дорогие товарищи сегодня 3 июля 2023 года как вы видите я нашла свои старые очки ходила я сегодня на вещевой рынок где потерялись вот эти мои очки зашла в тот магазинчик ходила я совсем по другим делам искала себе беленькую сумочку на выход вот и зашла в этот магазинчик она говорит а вы знаете что ваши очки нашлись я была очень удивлена очень удивлена я говорю а что это девчонка с парнем принесли она говорит нет где-то здесь нашлись но странно почему она не сказала где именно если они упали на пол можно было сказать что они упали на пол и вот я спала их подняла потому что я могла смахнуть и пальто туда клала еще на прилавок понимаете я грешила на девчонку с парнем которые зашли в то время когда я была примерочной вот и сразу почему-то они не нашлись ни на полу нигде очень странно вот и где она их нашла она не могла мне даже сказать вот это продавец но очень странно даже это для меня не важно важно то что они нашлись потому что мне они очень-очень нравится они очень удобно и еще с диоптриями вот так вот такая нечаянная радость вот нам тоже российская власть дарит в кавычках конечно такие нечаянные радости они сначала над нами издеваются вот 7 месяцев я сидела без пенсии потом значит мне эту пенсию все-таки защитили меня в суде и начали ее платить и казалось бы радоваться надо но понимаете но 7 месяцев нервотрепки чему радоваться то что 7 месяцев у меня пропали даром или ноутбук сначала не у меня забрали этот ноутбук через четыре месяца была без ноутбука и вот 28 июня я вернула этот ноутбук принесла домой и тоже вроде бы казалось бы можно радоваться но радоваться то тоже нечему вот такая вот так вот она над нами издевается это власть так и тут с очками тоже самое произошло значит очки нашлись но почему-то радости нету понимаете потому что это все топтание на месте вот за 7 месяцев когда я сидела без пенсии без ноутбука я много чего не сделала что я могла бы сделать за эти 7 месяцев у каждого человека есть свои планы у каждого нормального человека есть свои планы и вот это топтание на месте это вот и приводит в деградации понимаете мы топчемся 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 мы не идем вперед и и вот так у нас отнимают отнимает наше время отнимают нашу жизнь иногда не дают нам возможности расти развиваться понимаете но это совершенно пустая трата времени так и с этими очками и радоваться ты в общем-то и нечему потому что продавец могла хорошенько посмотреть сразу видимо она недостаточно посмотрела и я бы была без этой утраты и что меня удивило я и давала визитки я визитки даю абсолютно всем но почти всем коль с кем общаюсь понимаете я говорю почему вы мне не позвонили почему вы мне не позвонили не сказали чтобы я зашла и забрала очки она говорит но я не знала что то ваши очки ну какая разница мои эти очки или не мои очки ну якобы многие оставляют понимаете многие оставляют очки я не знала что это именно ваши очки но все равно надо было позвонить и спросить какие у вас были очки вы понимаете какие у нас люди я конечно жалею о том что я вот этого девчонка парня с девчонкой подозревал и подозревала я у господа бога прошу прощения за это но продавщица могла мне сразу же как она их нашла позвонить и спросить какие у вас очки но видите тоже какие люди с душевным изъяном понимаете с моральным с нравственным изъяном но я всегда помогаю бегу по первому зову а тут не позвонить когда есть телефон она наверное думает о том что человек без очков конечно плохо тем более у меня минус один или минус полтора зидиоптрии что мне не очень конечно без очков хорошо понимаете но она не позвонила вы видите какие у нас люди ну спасибо ехать что она вообще мне их отдала вот так вот радость без радости и вся нас еще жизнь такая сначала нам создают препятствия потом значит это же власть эти препятствия ликвидирует чтобы мы радовались все наши радости такие